девочки очень просили меня рассказать как я вышивала свои пчелки розочки вот эти я решила не просто рассказать но и показать на личном примере сейчас я буду вышивать цветочки на голове у этой кошечки берем нить мулине я взяла в 4 сложения 4 ниточки вы толщину своей нити можете определять самостоятельно смотря какого размера вы хотите сделать цветок смотря какая размера у вас игрушка допустим я сейчас буду вышивать цветочек примерно вот тут вожу сначала иголку где-то сзади оставляю небольшой длины ниточку чтобы потом связать с концом и спрятать внутри вывела иголку в одном из отверстий ввожу иголку в соседнем отверстии и вывожу ее в том месте в котором вывела предыдущий раз то есть то же самое отверстие и начинаю наматывать на иголку нить делаю это не очень сильно наматываю не очень туго чтобы иголка потом можно было вытянуть вытягиваю иголку и пальчиком вот так вот движу держу вот эти наматанное ниточку и вот так вот натягиваю протягиваю всю нитку сквозь них так вот натягиваю и ввожу иголку в то же самое место в которое водила предыдущий раз мы начинаем только делает цветок и поэтому первые лепесточки будут такими коротенькими как в центре у цветка бывает делаем еще раз точно так же вот вот в этом месте мы вывели иголку вводим в соседние отверстия и выводим опять в это вот в то же самое в котором вывели предыдущий раз и снова наматываем на иголку не туго наматываем нашу рабочую нить и протягиваем сквозь вот эти намотанные спиральки сейчас намотал чуть туже протягивать уже сложнее но все равно я вытянула и тихонечко придерживая нить всю пропускаю сквозь них так хвостик зацепился его уберу в сторону чтобы он не мешался так протянула до конца подтягиваю и ввожу опять же то же самое отверстие в которое водила предыдущий раз и сейчас сделаю третий короткий лепесточек все точно так же повторяю все те же самые действия чем больше раз намотаете вокруг иголки нитку тем как бы пышнее будет лепесток поэтому если вам надо длинный лепесток можете наматывать много раз если вам нужен короткий то можете наматывать меньшее количество раз так все центральные лепестки сделали теперь будем делать лепестки по длиннее опять же повторюсь вот место где я вывела нить ввожу ее где-то в стороне например вот тут вот будет такой длинный лепесток вывожу в то же самое место в котором вывела предыдущий раз вот и начинаю не туго наматывать нашу ниточку наматываю уже большее количество оборотов потому что лепесток длиннее будет придерживаю пальчиками и иголку вытягиваю помогаю вот так вот и пропускаем нить вот так помогаю пальчиком подтягиваем и ввожу иголку в то самое место в который выводила предыдущий раз который вводила предыдущий раз вывожу в любом другом месте и повторяю действия таким образом как бы формируя лепестки у розы так роза практически готовы наверное сделаю сейчас еще один лепесточек будет все повторюсь значит ввожу вывожу там же где выводила предыдущий раз наматываю необходимое количество оборотов вокруг иголки чтобы получилось лепесток необходимой длины короткий или длинный как вам нужно вытягиваю иголку сквозь все эти спиральки накрученные на иголки помогаю себе пальчиками наматывать поэтому надо не очень туго чтобы все вытянулось с первого раза может не получиться запутаться может нитка не отчаивайтесь тренируйтесь повторяйте делайте еще раз значит так закреплю и еще раз вот так вот даже возможно можно сделать узелочек если хочется чтобы было крепче нитка просто иголка с нитки слетела так и как прячем нить выводим ее в то отверстие в которое вводили в самом начале вот сюда тут их вместе завязываем и прячем их уже обе ниточки вместе прячем внутри игрушки пропуская несколько раз внутри и запутывая в нашем наполнителе вот так вот где вы или там же вводим опять все это ниточка спрятана надежно она не вылезет вторую сейчас прячу также получился цветочек сейчас я вышью еще несколько цветков и покажу как можно сделать листики листики вышиваются точно таким же образом стежками допустим сюда я пущу этим листик накручиваем на иголку не туга нить достаточно много оборотов делаю потому что листья должен получиться длинный в данном случае вытягиваю иголку помогая себе пальчиками так и тыкаю иглу в то место в которые тыкала предыдущий раз так вывожу в другом месте и повторяю то же самое те же самые отверстия второй раз получается такой имитации листика сейчас покажу так натягиваю и снова втыкаю в то же место вот обратите внимание получился листик сейчас сейчас оформлю листиками всю вышивку и декоративный элемент на голове этой игрушки будет выполнен и Продолжение следует...